Привет! Пока Apple работает над технологией Always On и старается сделать алгоритмы камер как у Pixel, ребята из Android работают над операционной системой, которая совсем недавно получила глобальное обновление и уже доступна на 23 моделей смартфонов, среди которых Vivo, OnePlus и многими любимые Xiaomi. А в сегодняшнем видео мы расскажем о самых заметных и интересных фичах, ради которых вы захотите обновить девайс. Одно из главных изменений, которое касается внешнего вида, это темная тема. Да, многие производители оснащают свои аппараты фирменными оболочками, в которых темная тема кое-как уже была реализована, но сейчас этим вплотную занялась Google. Теперь цвет меняется не только в отдельных разделах меню, но и в приложениях. Google решили начать со своих продуктов и адаптировали браузер Chrome. Уверен, дальше будет больше и разработчиков обязуют добавлять темную тему в свои приложения, как это уже сделала Apple. Второе заметное изменение коснулось системы навигации. Вместо двух или трех кнопок в нижней части экрана появилась тонкая линия, очень напоминающая таковую в iOS. Для перехода в меню смартфона, многозадачности или просто, чтобы вернуться на главный экран, необходимо сделать свайп от нижнего края, а чтобы вернуться на шаг назад, свайп от любого из краев. Для вызова ассистента добавили свайп из любого нижнего края к центру экрана. Лично мне этим жестом стало пользоваться гораздо удобнее, привыкаешь буквально за секунду. Обновили систему быстрых ответов, которая позволяет посмотреть вложенные файлы, ссылки и метки карт без необходимости открывать приложения, в которые они вам пришли. Небольшой жест Google в пользу приватности личного пространства, когда вам не очень хочется кому-то отвечать, но посмотреть, что вам пришло, можно. Также приватность можно защитить, ограничив доступ конкретных приложений к вашему местоположению или включить его только на период использования. В настройках появился раздел «Конфиденциальность», в котором можно управлять разрешениями для приложений, автозаполнением, историей местонахождения и даже рекламой. Раньше все эти пункты настроек можно было найти в разных разделах меню, сейчас же их просто объединили в одном месте. Поработали и над шерингом в разных его проявлениях. Все компании стараются улучшить взаимосвязь между пользователями, и Google, как никто другой, понимает, что нужно их клиентам. Первое, на что обращаешь внимание, это то, как легко смартфон учится и понимает, кому вы хотите отправить данные. Кликайте меню «Поделиться», и друг, с которым вы общаетесь больше всего, будет на первом месте, именно в том мессенджере, где вы делаете это чаще всего. Раньше этот список был хаотичен, а сейчас все собрано по группам. Вверху находится кнопка «Копировать», далее идет перечень ваших самых общительных и недавних контактов. После этого список популярных приложений и уже в конце обычный список программ, которые поддерживают шеер. Обновили и функцию «Предоставить доступ к Wi-Fi». Теперь в карточке сети отображается QR-код, а прямо под ним находится сам пароль, и насколько такой вариант безопасен, покажет только время. Из мелких, но приятных нововведений можно отметить автоматическое регулирование режима энергосбережения с историей подзарядки, а также еле заметное уведомление времени до полного заряда, которое находится со значком батарейки, когда опускаете шторку. Для меломанов появилось удобное управление треками прямо из той же шторки уведомлений. Мелочь, но приятно. Также в специальных возможностях можно изменить баланс звука, то есть если у вас не работает верхний динамик, нужно просто перетащить ползунок на левый и проблема будет исправлена. Цифровое благополучие и родительский контроль уже многие смогли протестировать, но для тех, кто не успел, отмечу, что этот раздел ведет статистику использования смартфонов в течение дня. В нем есть раздел «Отдых», который переводит смартфон в режим «Не беспокоить по расписанию», а также в ближайших обновлениях появится режим «Концентрация внимания», который позволит установить таймер и ограничить уведомления. Аналог Zen Mode в OnePlus. Но в любом случае это не весь список нововведений 10-го Android. Многие функции остались для презентации Google Pixel 4, которая пройдет 16 октября. Именно поэтому об остальных фичах мы расскажем после того, как смартфон прилетит к нам в студию. Но для самых ярых фанатов мы в описании под этим роликом оставили ссылку, где описаны все нововведения нового Android, которое удалось найти активным тестировщиком. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующих роликов и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!